Следующий текстовый формат, про который мы поговорим, это формат JSON от JavaScript Object Notation, или нотация объектов языка JavaScript. Несмотря на то, что изначально данный формат использовался лишь для описания объектов, которые существуют в языке JavaScript, сейчас он является отдельным текстовым форматом, которым пользуется очень много приложений. Если я покажу вам фрагмент документа в формате JSON, он едва ли покажется вам незнакомым, потому что в JSON мы описываем такие основные источники, как числа, строки, списки, объекты, но объекты в JavaScript ведут себя на самом деле так же, как и словаре, они хранят в себе пару ключ-значения. Также мы храним значения true, false и null, что является аналогом нам в языке Python. Поэтому если мы откроем пример, в котором мы описываем двух студентов, которые проходили данный курс, то мы увидим список, состоящий из двух словарей. Ключами каждого словаря являются имя, фамилия, получивленный сертификат, количество баллов, которые он заработал в каждом из трех модулей и описание, которое мы до этого указывали. Всеверно, все почти то же самое, что мы делаем и в языке Python, когда мы создаем словари и присваиваем им какие-то значения. Однако есть небольшие детали. Во-первых, ключом в JSON объекте может быть только строка. Во-вторых, значение true и false пишется с маленькой буквы, а значение none у нас будет соответствовать значение null. Также строки мы можем объявить только внутри двойных кавычек. Однако помимо всех таких мелочей, каждой сущности в JSON существует аналог в языке Python. Именно поэтому нам очень удобно пользоваться данным форматом. Для того, чтобы считывать и записывать данные в JSON формате, в языке Python существует библиотека JSON. Сначала мы импортируем библиотеку JSON, которая является частью стандартной библиотеки языка Python. Затем мы объявим два словаря student1 и student2, которые содержат в себе описание студентов, которые проходили наш курс, их оценки и их имена. Затем мы соберемся на наши данные вместе внутри одного списка, который содержит в себе student1 и student2. А затем мы используем нашу функцию dumps из библиотеки JSON. Функция dumps принимает первым аргументом объекты языка Python и возвращает соответствующее ему строковое представление в формате JSON. Также мы передали пару дополнительных аргументов. Это indent, это количество отступов, которые нужно использовать в списках и словарях. А также мы передали, чтобы он отсортировал ключи каждого словаря, который попадается в данном объекте. Когда мы исполним данный код, то мы в действительности увидим в терминале строковое представление нашего объекта в формате JSON. Можем догадаться, что это JSON именно потому, что, допустим, значение true изменилось на такое значение true, как оно используется в JavaScript. А чтобы записать данный объект в формате JSON внутри файла, мы можем просто использовать функцию dump вместо dumps и вторым аргументом передать файл object. Тогда мы откроем файл students.json для записи и исполним данный код. И в действительности в файле students.json мы получим представление нашего объекта в формате JSON. Чтобы получить объект языка Python, соответствующий строковому представлению в формате JSON, мы можем использовать функцию loads. Функция loads принимает первым аргументом строку в формате JSON и возвращает соответствующий ей объект языка Python. В нашем случае мы получим эквивалентный объект объекту data, который назову data.gen, и мы попробуем сложить все оценки, которые получил наш первый студент Greg Dean. И мы убедимся в том, что мы действительно получили объект, и сумма баллов, которую заработал Greg, она равна 240. Чтобы считать из файла данные в формате JSON, мы можем использовать функцию load, в которую мы можем передать файл object, который открыт для чтения. И тогда по аналогии мы можем посчитать сумму баллов нашего второго студента, и она в действительности равна 240 и 2. Таким образом, JSON формат является простым для понимания людям, которые программируют на языке Python. Просто потому, что все сущности, которые мы объясняем с помощью JSON нотации, они также присутствуют в языке Python и записываются аналогичным образом.